Бисмилляю рахману рахим. Владимир Путин и его приспешники, его окружение все настойчивее грозятся ядерным оружием. Ну или, как они говорят, применением тактического ядерного оружия. Понятно, что разные варианты считываются. И Великобритания заявила о том, что ответным ударом она уничтожит наиболее важные тактические узловые элементы России. Ну, понятное дело, будут, судя по всему, бить по скоплению путинской элиты, путинской системы. В то время как Китай устами какого-то там политолога, эксперта, заявил о том, что американцы обладают такого рода ядерным боезарядом, который способен динамить, который способен проникнуть в глубину двух километров. Ну, ясное дело, Путину дают понять, что несмотря на то, что он прячется в бункере где-то в Урале, всем известно, что его локация известна и вполне могут достать его американцы. И об этом говорят китайцы, которые почему-то по недоразумению считаются союзниками России. Понятное дело, что в этом случае Китай тоже приобретет свои дивиденды. Поэтому Путин является загнанным в угол зверем. Иной вопрос, сможет ли он применить. Да недавнее время казалось, что нет. Потому что путинский блеф выглядел именно как блеф. Сейчас мы видим, что его блеф фактически становится его собственной реальностью. Реальностью, в которую он замкнут. Путин не только в четырех стенах бункера, но и в собственном восприятии всего остального. Путин потерпел колоссальное поражение. И он не может с этим смириться. А того, что смириться с поражением, нужно быть сильным человеком. А Путин же недвусмысленно заявил о том, что они все сдохнут, а мы в рай. Ну, почему-то он считает, что отправиться в рай. Непонятно, за какие такие заслуги. Видимо, он считает наоборот. Чем больше невинных людей он убьет, запытает, тем больше его шанс отправиться в рай. Ну, как бы это его личные проблемы. Собственно говоря, его участь понятна. Но то, что он готов, как в известном классическом произведении «Да не доставайся же ты никому», у Островского, помните, «Веспреданец», и убивает вот этот вот Карандашев, эту вот деваху, ради которой там происходит вся эта драма. Путин поступает примерно таким же образом. Путин – это такой Карандашев, слабый человек, чувствующий свою ущербность, свою невключенность в большие процессы. Ну, и вот типичная история маленького, злостного, закомплексованного человека. Это как бы субъективный аспект того, что я сказал. Может ли он применить? Может. Может, реально может. Иной вопрос, что технически это будет сложно сделать, потому что, как бы формально, ядерная кнопка находится у трех человек. У начальника генштаба Герасимова, у Шойгу, который сейчас тоже забит в угол, и у Путина. Пойдет ли путинское окружение на то, чтобы фактически взаимоуничтожить и себя, и мир? Я думаю, что не сильно. Поэтому Путин сейчас будет зачищать их, естественно, будет усиливаться административный аппарат. То есть силовики, я имею в виду, не военные, а силовики-спецслужбисты будут надавливать на военных, и между ними будет это напряжение расти, оно прямо имеющее столетнюю историю в действительности. И это еще раз подтвердит тот факт, что в путинском окружении никакого согласия нет и быть не может в принципе, потому что не все, конечно, разделяют его безумие. Не надо смотреть на то, что они поддакивают и кивают в ответ его безумству. Мы все понимаем, как все подчиненные Саддама Хусейна клялись ему в верности, как они его предали, когда американцы вошли. То же самое было и с Шахом Пехлеви и, в общем, с другими такого рода диктаторами. Диктатор всегда одинок, кстати говоря. И это одиночество не экзистенциальное, это одиночество имеет другое свойство. Это одиночество покинутого человека, нахождение с которым означает просто погружение в тактичность какую-то, токсичность. И, собственно говоря, второй аспект, это его субъективной невменяемости по отношению к применению ядерного оружия, является то, что непонятно куда бить. Ну, условно говоря, Путин захочет применить тактическое ядерное оружие над Украиной. Тут же ответку ему прилетает, например, от Великобритании, он в ответку кидает Лондон, условно говоря, в Париж, хотя Париж там чуть в стороне стоит, я имею в виду, политически стоит Макрон. Ну, в общем, куда-то он свой ядерный запас должен израсходовать. Понятно, что весь мир он охватить не сможет. Ну, просто, во-первых, нет такого количества боеголовок, хотя заявлено там огромное количество, больше, чем у американцев. Мы понимаем состояние нынешнего российского оружия и нынешнего российского ВПК и управленческого военного руководства. Скорее всего, там все сгнило, все продали, отчеты пишут бравурные, красивые, все хорошо, прекрасная маркиза. И, собственно говоря, это означает, что Путину придется выбирать цели, ну, не ему, потому что ему уже не скажут, что у нас там 10 боеголовок, ему-то говорят 100. И это будет означать, что ответным ударом, скорее всего, путинская система крошится или, так сказать, испепеляется. И мы переходим в следующий аспект, уже трансубъективный. Дело в том, что применение, впервые применение ядерного оружия, как известно, случилось в 45-м году против Японии. Американцы применили вот эти две свои бомбы, там, Малыш и Толстяк, что ли, как они назывались. Вот. И, собственно говоря, это поставило точку во Второй мировой войне, как известно, 2 сентября. Япония, которая была союзницей, Германия подписала акт о безговорочной капитуляции. И этим Вторая мировая закончилась. И утвердился новый мировой порядок, пост-Ялтинская система, которая провозгласила заминацию Соединенных Штатов и подчинение Европы. Дальше они со Советским Союзом поделили весь мир. Дальше Советский Союз проигрывает в Холодной войне, которая, судя по всему, является Четвертой мировой войной, но не термоядерной ее фазе. Она проигрывает. И сейчас точку в новом миропорядке. Мы постоянно с вами говорим о том, что старый миропорядок рушится, падает ООН. Обрушилась правовая система, сломалась. Экономическая, хозяйственная система выведена из строя путем провоцирования пандемии. То есть сознательно все вот эти структурные элементы мира системы, они разрушены. Мораль, психология, суверенитет стран, общественное бытие и так далее, и так далее. То есть по всем вот фронтам идет деконструкция. И окончательная деконструкция должна пройти, конечно, с поражением кого-то, потому что поражение крупного игрока означает окончательный демонтаж этого всего. Окончательный демонтаж, в конце концов, Совета Безопасности ООН, который основывается в свое время, в свою очередь, на, с одной стороны, странах-победительницах Второй мировой войне. Хотя туда Китай занесли, хотя понятно, что Китай был туда инкорпорирован в противовес Советскому Союзу, потому что до 1972 года Китай вообще не признавался. Он был непризнанным государством, огромнейшим государством, самым крупным населением, но он не был признан. Официально признавали Гоминьдан, Чан Койши, его правительство в изгнании, которое находилось на Тайбэе, в Тайване. И эти же страны являются обладательницами ядерного оружия. Шесть стран. Сейчас понятно, что эти разговоры, они неспроста о том, что надо реформировать ООН, и надо разогнать Совет Безопасности путем выбрасывания оттуда России. И, соответственно, ломается вся эта конструкция стран-победительниц во Второй мировой войне и стран-обладательниц ядерного оружия. Путем не просто исключения его юридического, правового, официального, но и путем демонтажа. Значит, ядерная война, если она случится, будет означать вот ту жирную точку, которая была поставлена в 1945 году в августе месяце. Когда были сброшены бомбы над Нагасаки и Хиросимой. И Большая Евразия, о коей мечтал Гитлер и Хаусхофер от Дублина до Токио, страны Оси, она еще раз терпит большое поражение. Потому что это и поражение еще раз Европы, которая вознамерилась вновь восстать, вновь поднять голову, как это было в 30-х, 40-х, начале 40-х годов прошлого века. Поэтому, применит Путин, не применит ядерное оружие, это будет означать его поражение однозначно. Да, будут жертвы кого-то там стерут с лица земли, но это последний акт путинской системы, после которой мир перейдет в новую фазу, о которой мы тоже постоянно говорим. В новый техноуклад. Но! Здесь есть один очень значительный нюанс. Новый техноцивилизационный уклад под вопрос, он провисает. Почему? Потому что применение тактического, а может и не тактического, а может глобального ядерного вооружения, означает, что все спутники, системы навигации, электроника выходят из работы. Из строя. Судя по всему, интернет, потому что ломаются все коммуникационные линии, и вся система, вообще весь технологизм, он завязан у нас на спутники, на интернет, особенно последние модели автомобилей, связи, ну все, что связано с электроникой практически. И эти спутники уходят из строя, системы перестают работать, паровозы, ну я имею ввиду современные, конечно, не те, которые на углях ходят, на тяжелой тяге. Уходят из строя, самолеты перестают летать, ну и так далее, и так далее. И мир погружается в архаику. Мир погружается в архаику. И здесь, возможно, то, что называется ядерной зимой, это, конечно, не совсем изученный аспект, он сложный, во многом спекулятивный, но как бы там ни было, мы можем оказаться там, о чем я говорил, в новом средневековье, прям в реальном. И когда нас спрашивают, что вы имеете ввиду под новым средневековьем, как оно может быть, на что мы отвечаем, вырубает вам свет спутники, и вы просто погружаетесь в средневековье. Потому что люди средневековь еще что-то могли делать, картошку там выращивать, кур забивать, мясо там жарить каким-то образом. Современность человека, он просто всего этого лишен, он не может встать с кресла, он даже заказывает еду там сидит. Или лежа на кровати. Все это настолько сильно его обесточило, как физическую давность, что новое средневековье станет для него ужасом. Ужасом. И это станет, конечно, прообразом серьезной катастрофы. А это, еще раз я говорю, что выход в новую реальность, он всегда случается через катастрофу. Поэтому безумие Путина, это не только его личное субъективное сумасшествие. Оно еще синхронизировано с общим ходом исторического дискурса. И окажется, что те, кто был ничем, вдруг станет всем. Радикальный клуб может выйти на авансцену. Потому что да, он не обладает высокоточным оружием. Он не обладает современными средствами коммуникации и вооружения. Но он обладает волей, он обладает принципами и навыками коммуникации, взаимодействия, горизонтальных связей. И обладает возможностями жить и взаимодействовать, бороться в самых сложных условиях. Будь то в горах Афганистана, будь то в джунглях Колумбии, Будь то в Высокогорье, Бирмы, как какие-нибудь мауисты, неважно. Но именно эти люди в таких условиях, если оно случается, становятся солью этой земли. Они берут власть, потому что остальные будут находиться в растерянности. Да, элиты, конечно, сохранятся. Как там Путин собирается на 9 мая продемонстрировать этот самолет судного дня, ЕЛ-80, по-моему. Который предназначен именно для таких целей во время ядерной войны. Этот самолет поднимается и баражирует, пока все это там не утихнет. Пока ядерный гриб кто-нибудь не срежет у его подножия. У американцев тоже эта система есть. Мы знаем. В горах, в пещерах, там очень глубоко и все остальное. Они сохранятся. Но социальная структура будет разрушена. И это будет означать, что? Кто, как я уже сказал, лидирующие позиции возьмут те, кто жил в этих экстремальных, сложных и непростых условиях все это время? Это то, что описывал в том числе Юнгер в своем прекрасном известном произведении «Уход в лес». А партизаны рано или поздно выходят из леса, чтобы взять власть. А цивилизация ведь вещь тоже спекулятивная, она временная. Потому что сегодня она есть, как я уже сказал. Техника уходит и цивилизации нет. Как вы ее сохраните? Никто же не знает, как ее сохранить. Это первое. Второе. Давайте не забывать про катастрофу бронзового века. Кто не знает, можете погуглить, посмотреть. До сих пор историки не могут прийти к единоличному мнению относительно того, почему эти мощнейшие цивилизации, Египет, Финикия, Ассирия, Вавилон, в какой-то момент раз и распались, растворились. Почему были потеряны тогда лучшие и самые передовые технологии. Цивилизация вещь хрупкая, я согласен. И поэтому держаться за так называемую цивилизованность абсолютно глупо. Надо держаться за идею и рассчитывать на собственные возможности и силы. Поэтому надо готовиться действительно и понимать, что ядерная война случиться может. Ядерная война может наступить в июне или в мае. И это зависит уже не только от Путина, потому что, как я сказал, его субъективное сумасшествие синхронизируется с объективной неустроенностью этого мира. То есть он не устаканился, потому что вот этот переход с одного уклада в другой это всегда риск. Это всегда риск, когда вы перепрыгиваете через какую-то пропасть. Есть шанс, конечно, плохой шанс, что вы можете провалиться, нога может отступиться, краешек того берега может обвалиться. И, собственно говоря, этого нельзя упускать и это нельзя сбрасывать со счетов. И, собственно говоря, наверное, май-июнь они дадут ответ на этот вопрос. Хотя тоже далеко не факт, потому что дело даже не в Украине, дело даже не в России, а дело в неизбежности. Есть неизбежность смерти. Кто как может его, конечно, оттягивает. Как говорили по отношению к Лукашенко, он оттягивал свой конец, но этот конец рано или поздно придет. Никакие его разглагольствования на тему того, что мы знаем, откуда планировалось нападение, не поможет. Ну вот мы знаем, что грядет нападение ядерной войны. Ну, вряд ли это кого-то спасет, хотя я думаю, что подготовленные люди, конечно, обретут спасение.